итак всем привет друзья мы продолжаем играть в современные корабли и сегодняшнее мое видео посвящено довольно таки необычному кораблю такой эдакий гибрид даже я бы сказал корабля и самолета а именно и на экрана план луне значит плюсы и минусы корабля сразу чтобы было понятно это самый быстрый корабль в игре вот он чешет аж целых 50 узлов ни один корабль сток не выдает вот у него самое мощное ракетное вооружение на своем уровне вот и в принципе все на этом плюсы и заканчиваются благодаря своей очень высокой скорости своей достаточно хорошей маневренности и мощному ракетному вооружению на т2 ни один корабль не имеет такое мощное ракетное вооружение и принципе он способен практически любой корабль уничтожить за счет того что он такой быстрый попасть по нему практически невозможно особенно если дистанция достаточно большая попасть можно по сути только ракетами от торпед он уворачивается от пушек тоже от бомбометов тем более но есть минус у этого корабля он очень сложно так скажем терпит авианосцы это еще мягко сказано авианосцы он вообще практически не терпит потому что у авиков очень хорошее пву если она конечно правильно прокачена вот и очень мало ракет туда долетает иногда 1 2 а иногда вообще 0 и кроме того нас авик разматывает дело в том что пву у нас работает только в носу градусов на 30 влево примерно может быть 45 и на 30 45 вправо и в корме точно так же соответственно с боков с бортов так скажем она не защищает это во первых но пву но дамажит она неплохо вот но ввиду того что у нас малое количество боеспособности давайте кстати пойдем в бой попутно вот малое количество боеспособности приводит к тому что авик нас достаточно быстро разбирать и даже небольшие относительно небольшие повреждений которые он наносит они очень существенны потому что вот для другого корабля этого второго уровня т2 для другого корабля допустим 1015 не будет так существенно как для луня так смотрим сразу есть ли авик в команде противника он нам повезло очень повезло в команде противника нет авика если нет авика мы можем свободно вообще кататься и делать что захотим но конечно не лезть в толпу противника если есть авик то мы от своих далеко не отходим потому что а вики я не знаю кто им уже рассказал но они очень любят фокусить этот лун а виков мы боимся как огня торпед мы не боимся но не нужно идти особо по прямой нужно маневрировать иначе они попадут вот нами это какие-то самолеты измельчились кстати отсюда самолеты понапускали куча торпед но они не попадают оптимальная дистанция это где-то 4 километра до цели благодаря своей высокой скорости кстати плюсом надо отнести мы можем вот но ракеты нас больно бьют хотя они на самом деле немного дамажит набьют они больно потому что хп у нас мало а кто нас убил торпеда что любил но неважно здесь уже победа здесь я сыграл слишком агрессивно возможно надо было менее агрессивно играть так вот я не заметил правда к откуда столько урона прошло видимо по нам попадали но если держать дистанцию побольше попасть по нему сложно авиков мы очень боимся еще мы боимся да все в принципе ну и цели сильным павоном неприятны подлодок мы не особо боимся в подводном положении они нам практически ничего не могут сделать а в надводном они очень уязвимы то есть они будут огребать только в путь а где еще один корабль реально где он гривили где он есть а вот так вот подлодок у подлодка с подлодками нас ситуация такая что если они в подводном положении то мы им ничего не можем сделать но и они нам не могут ничего сделать поэтому с подлодками ситуация в принципе нормально если вы остаетесь один на один против подлодки то там просто придется ждать пока она всплывет и мансить от ее торпед но вот с авик это жесткий контр пик просто жесткая контра и с авиками тяжело а мне опять повезло в команде противника нет авианосца перед этим я вот перед тем как снимать видос отыграл серию боев мне в каждом практически в каждом бою только один бой был без авика в каждом бою мне попадался как минимум один авик а то еще два авика ну вот можно одну цель заход правда на нас вон еще старая цель агриться надо валить когда отсюда а ну тут край карты чем ближе мы находимся к цели тем быстрее к ней летят наши ракеты но и тем опаснее чуть-чуть не добил ладно переключимся на эту цель а то она нам мешает да не не можем мы добить потому что у него успевают откатиться ловушки но мы еще добьем вот это берем товарищ все убрали ракеты можно сбивать кстати носом поэтому нормально все иди сюда мы тебя сейчас будем добивать блин сразу откину да и парус это шо что по ловушке в последний момент откину ты не умер как ты не умер объясню быстрее 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 но сейчас под воду идет да да ну все подлодка тебе кранты всплывай мнение мнение торпеды по нам не попадает можешь пускать их сколько угодно мы про просто даже не надо какой-то особой техники искать чтобы уворачиваться от торпед вот просто вот так зажимаете и просто по кругу сейчас у него закончится воздух спокойно добьем ну и чё чуть-чуть не добили но он тянет время но ну и и и и и и ждет наверно еще хилку о чем у него воздух не заканчивается и не пойму ну и дать мне кажется что время идет слишком долго знаете когда ждете какого-то события прям вот ждете вам хочется чтобы она быстрее наступила ну никак не заканчивается давай ловушки не вот все подлодки мы по сути даже контрим ребята но как контрим в случае если мы остались с ней один на один то есть потому что мы не можем уничтожить подлодку под водой никак поэтому если мы допустим остались подлодка еще каким-то кораблем то он может прийти там на помощь так есть авик в команде противника вот это уже хуже я уже тут прошел опыт когда я пытался играть играть при наличии авика в команде несколько раз я пытался играть типа я соло игрок это было на самом деле идиотски потому что я как авиковод знаю что нельзя играть в соло на уязвимом к авиации корабле но при этом я пытался играть соло я думал знаете как просто был некоторый такой расчет что авика кажется не очень и он я ждал пока авик прилетит сюда начнет кого-нибудь фокусе и ну типа не будет заниматься мной но нет как только авик видел меня и что я делился один он сразу на меня переключался и это было гг а а и и и и и и ну вот видите кстати все вот о чем я говорил почему контритавик о там еще кучу ракет но почему у нас там тоже кстати лун почему у нас контритай потому что в зоне его действия у нас в зоне около авика так скажем это зона бесполетного контроля зона безракетного контроля во я бы даже так сказал что примечательно т2 какая то есть проблема с ракетами в плане того что надо 3 такой фигни нету чтобы пво полностью защищал от ракет там что-нибудь да долетит а вот здесь есть супер пво которая просто забивает ракеты но здесь ракеты слабенький слабенький не по дамагу а слабенькие по скорости они долго летят до цели из-за этого из-за этого не долетают до цели кого успевает сбить так ушло назад и я это уже проходил длину от врезал сколько я в чувака но благо тут нет урона союзного тарана еще один света не это кто мне сейчас только снял так вот одна цель это хорошо главное чтоб сейчас за нами авик не прилетел здорово тук 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 и больно шум ловушки кстати не используют страны за низкой скорости ракет приходится подходить ближе если было бы нормальная скорость ракет мне не приходилось бы вот так врагу подкатываться на близкую дистанцию авик кстати на нас не обращать внимание это вообще хорошо я удивлён кстати что авик на нас не обращать внимание а и а и 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 Вот савиком сейчас будут некоторые проблемы, если он в точность ПВО. Нет, он не в точность ПВО, как надо. А может и в точность. Ой-ой-ой, вот я вам говорил, что авики. Вот, что делает авик с луном. Благо у нас есть союзник. Все, я уже почти труп. Если бы не союзник. Кто у нас был союзник? Индепенденс. А если бы не он, меня бы авик забрал. Хорошо. Продолжение следует... Ладно, у них есть авика, а у нас нет авика. Лучше бы наоборот. На авиации что-то я не вижу. Вот там вертолет только вижу. Не надо старт ракет из корабля. Дайте свет. А, он управляет этим. Я понял. Вот, последний момент нажал, кстати. Ну, специально, чтобы не сбить еще. А вот все. Вот и самолеты взлетят, кстати. Ну, он что-то не на меня агрится, что странно. За воздух ушел. Ну, ладно. Ты куда, друг? Нет, тут за воздухом скрыться не получится. Не, не надо за воздухом спрятаться. Да елки, отрази. Да, еще надо за картой нормально следить. А то я уперся в этот остров. Ну, вот на шторме можно не следить. Шторм, кстати, неплохая для нас карта. Потому что мы все время гоняем. С одной стороны мы все время гоняемся на большой скорости. С другой стороны у нас нет укрытий на шторме. Вообще никаких. Вперед, вход 15. Всему экипажу кораблят и готовится к бою. Вперед, вход 15. Набежая группам, мы воздушим. Наверное, мы двад willing, alike. Вперед, вход 16. Впрμέ. Вперед,吹. Вперед, вход 21. Вперед, вход still на Shh. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто в одну калитку. Хотя в прошлом бою был то же самое. Только в другую калитку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА авика нет можно делать что хочешь как нашим ки играю честное слово ошибки я практически не играл в world of warships сейчас меня будут все я сваливаю отсюда ребят вот видите они пытаются стрелять но они не попадают это вот кто тут нарисовал зачем вот тут вот эта вот фигня которая мешает пройти так отступим пока больно а я торпед не мансанул идиот я нам желательно с кораблем сражаться в этом один на один отлично вот такой вот бодрый акшен можно сказать еще одна ракета ой 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 тут остров и дрить я надамажился об остров вот это я конечно остров не заметил это косяк косяк вообще с моей стороны надо и тут надо знаете что сделать надо вот видите миника на миникарте вообще нет островов надо на миникарту острова нанести потому что неудобно визуально смотреть вот то есть чтобы увидеть этот остров я должен отвлечься от цели то есть перевести камеру допустим вот так потом перевести камеру обратно и опять захватывать цель а это время да там всего полторы секунды цель захватывается но все равно секунды иногда могут многое зарешает ну что давай всплывает друг никто не всегда было интересно что будет если подводная лодка всплывет так что ты будешь в этот момент на дне но он не будет всплывать он скорее умрет на нем можно еще таранить корабли это вообще прикольно правда если вы не фуловый вы не выживете скорее всего я не выживал по крайней мере я таранил подлодку и выживал у меня был 30 процентов где-то хп но живучести к сожалению маловато так есть авик понял но зато скорость офигенная благодаря скорости можно на навязывать противнику собственную дистанцию боя не надо по мне выпускать вот авик по нам писать работают но его там добьют это не факт ай больно так авик минус отлично можно будет стараться но тогда я сдох да кто торпеды надо маневрировать постоянно от этих торпед я по прямой шел над был заворачивать ну тут выиграть тут я думаю понятно что наш выиграть хотя не факт можно 32 ты слить на должны тут уже ранены сильно там авика сейчас убьют кстати это не факт кто выиграет но мне лень досматривать но долг досматривать скорее всего наши выиграет я хочу дальше бой не люблю ждать сидишь ждешь вот мы попали в бой с двумя авиками это все ребята это вот это знаете что означает это означает что мы будем вот так вот ходить где-то вот тут а и все вот один раз по попробовал когда был вот так авик пойти вон туда вон туда прилетела вся авиация просто две эскадрильи штурмовиков и просто вот так вот бамс залп один у тебя осталось чуть-чуть хп бамс потом еще второй и все это и на дне ну вот видите когда дистанция большая у него успевает из-за медленной скорости ракет к дэшнице ловушки это проблема ракет т2 что они слишком медленные надо делать быстрее ракеты вот у нас тут одна цель вот мы ее и будем из-за этого приходится подходить ближе меня вон фокусит самолет и я вижу по мини-карте я еще уперся в остров опять все надо сваливать отсюда и чем быстрее все пошел и обратно команде ну было сбей ракету его кстати может сбить в ракету вполне о даже долетели а у него видать ловушки кончились вот можно цель кстати если все ловушки с нее выбить тогда да тогда нормально не менее не менее ну все я тут нет не труп лол 3500 3594 хп лол этот кораблик нужно апнуть вернее не не сам кораблик нужно ракеты апнуть а и точнее апнуть скорость ракет все больше ничего не надо надо скорость ракет увеличить в полтора два раза потому что невозможно пока у цели есть ловушки на дальней дистанции нанести урон ракетами просто невозможно потому что ловушки отстреливаются потом отстреливаются еще раз и все и все а не каждый корабль извините меня может позволить себе может позволить себе ближний бой это вот хорошо на луне еще можно и то это очень рискованно то есть я вот так иду вперед иду вперед иду вперед это есть ну как бы это очень опасно не всегда есть возможность идти вперед если противник представляете вот если противник пятером бы там идет пятером вот попробуй к ним подойди на четыре километра да мы быстрые да мы маневрены все равно те могут так засадить а если еще и авик есть вот допустим вот как сейчас бой с авиком я не могу пойти вперед хотя я это сделал но тем не менее там могли бы на меня два авика как бы прилететь и все и они бы меня просто разорвали бы с учетом еще фокуса вот а если это вообще если это не лунь а другие корабли другие корабли не имеет такой огромной скорости другие корабли не имеют такой огромной скорости они очень долго будут подходить на близкую дистанцию чтобы конечно у них там есть эти пушки хренушки но возникает вопрос а зачем тогда вообще нужны ракеты если их только можно только чтобы реализовывать на такой короткой дистанции мое мнение так не должно быть вот на т3 такой проблемы нету там ракеты летят очень быстро соответственно если ты откидал ловушки то залп ракет пущены сразу ловушек он тебе прилетит в любом случае ну не в любом случае а исключение может быть если ты уйдешь под воду это если ты на подлодке и если ты уйдешь за остров вот но это уже тактический так скажем маневр а здесь они просто на открытой воде не долетают есть тут товарищи которые почему-то не жмут ловушки я не знаю почему до них все долетает нормально да так ну сейчас я сам пропустил ракеты окей ну вот на такой дистанции да не успевает когда что с ловушки вот сейчас мы ловим ракеты здесь следующем вот 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 во ну вот по сути вы увидели кораблик вы не увидели правда как меня я перед записью видос я уже говорил отыграл серию боев вы не увидели как что со мной делает алик ну вернее в одном бою тут было что когда я уже убивал авик он на меня сфокусить сагрился сфокусировался на мне но вы не видели что тут делал авик когда когда я первые бои просто думал такое о ну типа быстрый корабль его пойду это веселиться пойду угорать и шел прям сразу ну так пытался сбоку зайти и шел к противнику грубо говоря но не стыла а сбоку и тут ко мне такой прилетает авик один или два и просто просто он не отпускает вот если я зашел прям далеко я туда зашел ну я конечно сам виноват я не отрицаю вот но тем не менее я зашел практически на респ противника только не на сам респ а сильно левее респа то есть сбоку с фланга вот и ко мне прилетел авик я начал драпать но я не добежал до своих меня авик просто не отпустил он просто насывал мне с гранатомета получается из ракет ракеты конечно можно доджить но у меня там то ловушки были в кд потому что меня фокусе ли обычные корабли и вообще ракеты с ближней дистанции с самолетов запускаются достаточно быстро и среагировать так чтобы успеть пустить ловушки практически невозможно вот поэтому авик просто это один авик а когда 2 века это вообще я молчу там я отлетел очень быстро я я я просто развернулся хотел бежать но бежать уже не получилось просто авик уничтожил вот поэтому я вообще раньше мне казалось этот кораблик имбовый когда его встречал потому что я его встречал играя на адмирал громович если не ошибаюсь на чем я играл а григорьевич я тоже сказал громович лучше громович звучит прикольно и на мудром я играл вот я на них играл встречал этот корабль и блин я вообще охреневал сколько у него ракет летит потому что три ракетные шахты если кто не в курсе тут вроде у всех по одной ракетной шахте этого вообще нет нет две ракетные шахты есть но три ракетные шахты него на у корабля на ой мисклик и она у корабля на втором уровне нету да либо одна либо две вот и чего я хотел сказать то вот и три ракетные шахты это конечно мощь и я играл когда я по нему вообще не мог попасть ракеты он доджил ловушками там они кое-как долетали и короче этот товарищ меня разматывал вот я думал типом вообще имбовый такой корабль но как оказалось нет все таки вот я сам поиграл на этом корабле авиками он вообще контрится нура артиллерийскими кораблями сложнее да но все равно можно его задолбать хотя достаточно сложно но можно вот вот такой вот получился как это назвать даже не то что гайд но в каком-то смысле гайда я рассказал плюсы минусы корабля показал бои показал примерную тактику ведения боя на этом корабле объяснил вроде как основные моменты вот поэтому с одной стороны ракеты вроде бы надо апнуть а с другой стороны если апнуть то он будет просто издалека так настреливать и тогда ему надо индивидуально как-то ракеты резать потому что с другой стороны представьте если на этом корабле можно будет ракетами издалека уничтожать то его очень трудно будет законтрить только авиация опять же вот поэтому не знаю но вот когда я играл на мудром и григорьевича я заметил что ракеты практически бесполезно не знаю то ли мне так везло то ли что они практически никогда у меня не долетали до цели я наваливал там с пушек из бомбомета ну а на этом видео с подходит концу вот такой вот интересный кораблик всем спасибо за просмотр всем хорошего настроения удачи и всем пока